Всем доброе утро! А вы знаете, к моему Чучи, так как у него сюда все время еда высыпается, и к нему прилетают всегда эти подружки и друзья. Да, Чучи? Прилетают к тебе друзья? Да! Ой, а что цветы отвалились? Они закрылись. Они, может быть, на ночь открываются. Зато вот эти вылезли. Смотрите, новые. Может быть, они закрываются? Да, да. Такая у нас сегодня замечательная погода. С утра уже прям это. Будет жарко сегодня. А еще я уже накрасилась. Уже красивая. У меня сегодня третий день моей закваски. И сейчас я вам покажу, какое чудо происходит. Но там она может быть... Ну, сейчас покажу. Видите, третий день уже, как она пузырится. Прикольно. Я вчера ее подкормила. Я даже себе завела будильник в три часа, чтобы он мне напоминал, что нужно накормить закваску. Вот. Ну, смотрите уже, как пенится. Пипец. Тут в уголке стоит вот так. Вот. Так что... Ну, там даже написано, что она может пениться-пениться, а потом отвалиться, упасть. То есть... Ну, посмотрим. Мне самое главное, знаете, эксперимент. А там, что почем и как... Ну, я думала, он будет короткий. Вот этот кала. А нет, он вчера был вот так, а сегодня вон куда вылез. Большой. И вот тут еще новый листик вырастет. Тут вот растет все. Но я бы хотела, чтобы еще мне такие полезли калы. Красивые. А вот тут, я знаете, что обратила внимание? Здесь, по-моему, вот тут еще одна почечка. Нет. Тут не будет цветок вот расти. Как вы думаете? Мне кажется, что отсюда вылезет еще один цветок. А эта вот засыхать начала. Ну, оно и понятно. Здесь уже цветы, видите, какие. Я их не отрываю. Написано, что их отрывать нельзя, потому что можно с кишками оторвать. В общем, да. Вот так как-то. Так, сейчас немножечко. это нормально, гляньте, прижился вроде бы. Главель. Гвоздички. В общем, все цветет, все процветает. Вот, вот, вот. Сейчас собираюсь на работу, а после работы мы едем в Малагу, друзья. Да, у мужа там дела. И я, как говорится, присела ему на хвост, чтобы походить по магазинам. Хочу в Икею, хочу по магазинам, хочу везде хочу. Но хватит ли времени, посмотрим. Ну, хотеть не вредно. Так что, оставайтесь на связи и пойдем с вами шопиться. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вообще, знаете, не фанат всяких там марочных одежды, но так посмотреть... В общем, я... Как для меня отдать 100 с лишним евро, там 200 за какие-то джинсы, как тут всего много... То это как-то перебор, да? Если такие же, можно купить за 20-30. Ну, вы меня поняли, о чём я хочу сказать. Сидеть нельзя. В общем, буду смотреть, посмотрю, что тут тут, как... Хотя, в принципе... А ещё, знаете, мне же ничего не надо, поэтому... Как бы тоже... Так ходить просто не очень интересно. Смотрите, какой интересный потолок ледяной. Дверь скрипучая. Старбакс какой-то странный. Оформлен Старбакс. Ого, какой здесь большой! Нифига себе! Ммм! Видите, как красиво! Красные надо! Смотрите. Ого! Посмотрите. В общем, то будем.... На лавочках сидеть нельзя, ничего нельзя. Шаг левый, шаг правый, расстрел. В общем, куда же там очередь стояла? В общем, я вышла из этого атлета, посмотрела. Там такая очередь стоит, куда, непонятно. Тут опять надо маску. А вот и маски продают. Я все думала, как-то в магазине нет у нас таких масок. Но, блин, они такие, что я шлю... О, смотрите, вот это вот 3 евро, как на мне сейчас. Как это таз маски не продают? А вот продают. Я уже зашла в магазин Сея и купила себе джинсы. Но что я с ними буду делать, я вам расскажу потом. Так что у нас там тоже все конец. Вот, в этом пойду обратно. Вот, смотрите, тоже всякие масочки, кирасочки. Но они какие-то совсем прям некрасивые. Никакие. Я уже пошаталась. Сейчас пойдем покушаем что-нибудь. Здесь вот зона такая ресторанная. Что-нибудь посмотреть, полопать. Не знаю, что. Много всего. Выбор такой большой. Много всяких ресторанов. Посмотрим, куда мы приземлимся. Мы, в общем, сели в итальянский ресторан. Сейчас нам пиццу принесут и пасту. Макароны, в общем. Что-то захотелось в макароны пасты. Давно не ела. А потом мы поедем в Икею. Макароны, вы видите, размеры, короче, огромные. Я не знаю, что за макароны. С кремом каким-то маскарпоне. И, в общем, всего на свете. Сейчас еще нам принесут веицу. Всем приятного пить. Нам даже вот сыр принесли. Можно вот так насыпать. Потом гляньте, какие размеры пиццы. Кита Таламан. Пицца, короче, огромная. Пармешан. Пармешан итальянская комида. Мы тут птичек кормим. Вон тот. Мы уже второй кусочек дали. Он, видите, пожирнее. И вот у этого отобрал. И он сейчас ходит вокруг. Он знает, что я не ему дала. А этот вот лопает. Видите? Кино сайкома. Я сивоя. Ой, лук хотел дать им, птичкам. Кино. Птички. Давайте смотрите, как он аккуратно ест. Воробей оживить, да? Вот так сами наелись и воробьев накормили. Такой маленький, хорошенький. А вот нас счет. Пиво 3,50. Вода 2,15. Паста 14,75. Пицца 12,45. Еще пиво 3,50. В общем, вот такой вот у нас счет. Дорого, конечно. Дороговато. Можно намного дешевле. Но здесь и эти очень большие порции. И вкусно. На десерт взяла вот такие пончики. Они реально вкусные. Я их ни разу в жизни не брала. Но я пробовала у родственников одну штуку. И вот нам сейчас взяла. Что-то прям вот. Говорю, гулять, так гулять. Едем в Икею. А Икея находится прямо вот за этим центром коммерческим. Такой-то коммерческий центр. Он на свежем воздухе. Я в Икея. Взяла тут, смотрите, это подставки для книг. Тоже это друг мужа, короче, ему попросил купить ему. А я не знаю, какой выбрать. И вот пока они там договариваются, я выслала фото ему. Договариваются, какой им выбрать. Несу две. А потом где-нибудь оставлю. Кстати, нам матрасик не помешал бы. Матрас одна спальный нужен. Вот. А я кровать хочу, знаете, такой вот, из которой ящики вытаскиваются. Можно было бы присмотреться. Это вот 229, наверное, стоит. Вот это вот канапе, называтель как-то. А вот это вот. Это вот двухспальня. Ну, не двухспальная. В общем, 100 евро матрас. Нормальный. Это не мне выбирать. Это мужу надо. А мне не надо. Еще бы я себе вот какой-нибудь уголок в ванную. Ну, вы знаете, я хочу пластмассовый. Потому что вот эти вот металлические, они потом все равно какие-нибудь становятся как ржавые. А вот эти что-то на присосках. Я купила себе на присосках, но они нифига не присасываются. А вот это что-то какой-то. Ну, видите, присоски, они не присасываются. Может, может, как-нибудь. А, наверное, можно еще и прилепить не на присоски. Ну-ка, сейчас посмотрю, как это все будет действовать. Надо зырки попялить повнимательнее. Там вот девочки русские ходят тоже. Слышу голос из прекрасного далека. Голос русский. В общем, посмотрю, сейчас руками поп... И вот я опять в цветах. Ну, тут что-то совсем все плохенько. Потому что это, наверное, докарантиновые деревья. Они полуживые. И что-то их совсем тут нету. Прям совсем печалька-печалька с цветами. Не выжили, не пережили они карантин. Им пришел трындец. Какой здесь. Музыка Так, друзья, смотрите. Я купила себе джинсы. Я их не мерила там, потому что нельзя нам мерить. Вот. Но я купила эти джинсы в магазине Сея. Вот. В общем, с тем учетом, что я их сейчас отрежу на шорты. Потому что те шорты, которые продаются, они под самой не хочу. А я не хочу это самой не хочу показывать всем. Потому что сзади, когда их наденешь, у них вся там эта филейная часть, вот так вот вся идет, вот поблескивает, потрясывается. И мне так не нравится. Остальная часть шорт, она очень длинная. Эта часть, и мне как бы тоже, эта часть не хочется. Мне что-то хочется на середине. Ну и что, я так подумала. Кстати, они классно сидят, эти джинсы. Но у меня есть много джинсов, поэтому я не хочу их. Мне они достались всего десятка. Потому что пол цены. И вот сейчас отмечу и отрежу, поскольку мне надо. Сделаю бахрому на концах. И все. И будут у меня такие шорты, которые мне нужны. Именно длина, которая меня удовлетворяет. Друзья, все, я больше ничего не купила. А, люфчик. Лифчик купила. Белый, обычный. Тоже со скидкой. Вот такой. Вот как с поролоном, все дела. За 6 евро. В общем, вот отрезала. Они мне немного большеваты. Как вам показать? Надо было все-таки 42. А, 42 размера не было. Ну ничего, зато пояском подтянусь. Видите, не слишком короткие и не слишком длинные же я себе уже купила. Вот. И сейчас просто сделаю бахрому. Вот так. И все. И будет зашибись. Пока сериал какой-нибудь будет смотреть, буду вот так вот в корице играться. Еще зашла вот в этот вот и в фроше. Вот. У меня там, у меня же день рождения был в мае. И написано, мне пришло смс, что типа мы не забыли про твой день рождения, тебя в магазине ожидает подарок. Подарок был вот такой вот. Это гель для душа с маслом. Ну, знаете, бесплатно и так хорошо. Купила шампунь вот такой вот. Не знаю, мне без разницы, какой шампунь. Как бы для моих три волосинки нормальный-то. И вот, смотрите, взяла попробовать вот такой вот какой-то полево. Типа песок, что ли, или что. Его, в общем, разводишь со средством для... Снять, ну, умывалкой разводишь. И вот так вот пилинг делаешь. Я пилинг делаю, ну, где-то два раза в неделю. Ну, пилинг вот этот вот возьму, потру. Вот. И нормально. И вот решила попробовать. Точнее, не решила попробовать. Просто лежал так. Мне стало интересно, что за такая земля, за песок такой интересный. Кто-нибудь пользовался таким вот? Вот 100% натураль. Натуральный. Не знаю, не знаю. Ты ждал нас, да? Ты соскучился, что ли? Иди целоваться. Ложа такой. Иди скорее целоваться. Иди, иди. Иди целоваться, да. Он же машину, наверное, что знает. Мы как подъезжаем, он как начал кричать. Да, да. Он как начал. Светка, моя радость. Счастье мое. Ой, блин. А в икее? И по в икее я ничего не купила, кроме пакетиков. Ну, все. Пакетики. И все. Больше мне что-то ничего не понравилось. Ну, и подставку, вот, которую просили. Они там. Мужин, друг. Пакетики. 30,04 и 30 литровые. Одни большие, одни маленькие. И все. Зато, знаете, я, в принципе, не так поездить что-то купить, а вот чтобы поехать, развлечься. У меня так в башках что-то болит. Я и туда, и сюда машину вела, поэтому так голова что-то болит. Сейчас буду отдыхать. Чего, пакет упал, да? В общем, вот такую небольшую бахрому сделала. И отправляется все в стирку, чтобы эта бахрома хорошенечко простиралась. У меня такое состояние, не стояние. Башка болит вообще. Не знаю почему. Вроде бы не особо так что-то... Хотя и работа, потом туда, потом сюда весь день. В общем, да. Буду отдыхать. Я даже сегодня с Чарли никуда не пошла. Прям голова вообще... У меня голова редко болит, но метко. Ну, а может быть и не метко. Может быть у других еще сильнее болит. Но я вообще не люблю боль, поэтому как бы... Не люблю такое состояние, когда не стояние. Так что буду с вами прощаться и дальше смотреть сериал. Ой, завтра работа, уже пятница развратница. В общем, да. Если вам понравилось мое видео, ставим лайки и пишем комментарии. Всего самого лучшего и всем пока-пока-пока.